Привет! 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 В этой библиотеке вы не знаете, сколько времени пройдет. Потому что лучше быть веселым и счастливым, чем грустным и несчастным. Потолок такой же, как вы были. Но все осталось то же самое, да? Такой скорее он холик по жизни. Большинство людей тебя называют Коля или Ника. Какое твое настоящее имя? Николай. Коля, Ника. Ника меня назвала мама. С детства мама прилепила прозвище такое Ника. Я рос в Грузии и там Ника это мужское, обычное мужское имя. У меня там половину ребят, которых зовут и называют Николай, да, в паспорте. Сокращенно не Коля сокращают, а Ника. То есть это просто ласково мама у тебя... Ну, ну, Нико. Слышал? Нико, да, вот такое грузинское имя. Ну вот, так как я жил в Грузии, да, меня Ника называла. Мама первая начала так называть, а потом осталось с ней сожидать. Я знаю, что у тебя открыто ИП и ты владелец двух организаций, тревожек. Да. Расскажи в двух словах, чем ты занимаешься. Сейчас я эксперт, автоэксперт, тросолог. Делаю тросологические экспертизы, а вообще организации занимаются всеми видами судебных экспертиз. Любые судебные экспертизы. Почерковедческие, технические, абсолютно любые, кроме медицинских. Угу. Ты верующий? Я агностик. То есть я верю в то, что есть какая-то высшая сила, есть Бог, можно так назвать. Но я не думаю, что это все в том виде, в каком нам преподносит традиционная религия. Ну то есть каждая религия это история и она просто по-разному называется. Но ты веришь, что есть что-то такое сильное? В некое божественное начало, да, я верю. Скорее верю, чем не верю, скажем так. Я не могу опять же быть убежден. Но я не доверяю в традиционном виде нашей церкви, будь то христианская церковь, будь то иудейские. Я был в синагогах, общался у меня друзья иудеи, они мне рассказывали, что в синагогах в принципе то же самое практически происходит, как у нас в церкви и в мечетях. Все это не сильно отличается. Но ты имеешь в виду, что это похоже на коррупцию, деньги? Похоже скорее на бизнес, какая-то некая бизнес-модель, церковь. На сегодняшней лиге какой-то торговый объект получается, а не духовный дом. Скажи, вот если оказавшись перед Богом, что ты ему скажешь? Спасибо. Спасибо. И все? Все было круто. Все было круто? Вообще очень круто. У каждого человека есть настоящие друзья. Сколько у тебя их? Двое. Настоящие друзья? Да. Как камень. Как камень. А сколько у тебя врагов? Я их не считаю. Мне плевать. Плевать. Но много их? Думаем, да. Думаем больше, чем многие думают. А чего ты боишься в жизни? Я боюсь, умирая, понять, что все было неправильно. Все было неправильно. Если не считать каких-то наших животных страхов, как страх за детей, страх за свою семью. За себя, кстати, не боюсь. За семью и такое. Если отбросить это и уйти немного в философию, я боюсь к концу жизни осознать, что я шел всю жизнь не туда. Не надо было идти не туда. И дорога, по которой я шел, провела меня в тупик. Окей. Такой более откровенный вопрос. Что бы ты хотел изменить в прошлом и почему? В прошлом. В моем прошлом или глобально в прошлом? В твоем. Что бы хотел ты изменить в твоем прошлом и почему? Здесь чуть поподробнее расскажи. Ничего бы не хотел изменить. Ничего бы не хотел изменить. Потому что все наше прошлое, наше настоящее складывается из нашего прошлого. И поменяв свое прошлое, ты не придешь к своему настоящему. А мне нравится мое настоящее. Ну то есть ты за то, что плохой опыт тоже опыт? Да. И в том числе плохой опыт тоже опыт. И сложные времена тоже опыт. И ошибки и опыт. Сын ошибок трудных. И гений парадоксов друг. Да, Пушкин же. Расскажи за свои ошибки. Ты часто ошибался? Да, я сейчас продолжаю ошибаться. И раньше ошибался. Я думаю, я еще наделаю немало ошибок. Но я не думаю. Главное, чтобы ошибки были не фатальные. Не какие-то, которые могут привести к каким-то трагичным последствиям. А просто бытие, да просто твое состояние сегодняшнее. Ну да, оно ведь складывается и в том числе из ошибок. И даже больше из ошибок. Ведь человек скорее ошибки свои запоминает, чем победы какие-то. Ведь ты думаешь чаще о том, что неправильно, чем правильно. Я вообще думаю так, что лучше что-нибудь сделать и всю жизнь жалеть о том, что ты это сделал, чем не сделать и всю жизнь жалеть. И жалеть. Совершенно верно. Ну хорошо, окей. Назови, вспомни свою жесткую самую ошибку, за которую ты как каешься. Ошибку за которую. Вот в твоей жизни что ты сделал? Вспомни самую такую вот коварную ошибку. Вот ты сейчас вспоминаешь ее и вот как бы не кайф. Сложно, очень сложно. Наверное, я не могу даже конкретно тебе вспомнить. Но это однозначно я кого-то обидел. Кого-то обидел, кого не должен был обидеть. Кого не хотел на самом деле обижать. Может быть так получилось случать. Но я конкретный пример не вспомню. Вот честное слово не вспомню. Я девушек обижал, которые меня любили. Я родных своих бывало обижал. Вот этого я не должен был делать. Вот это я считаю самыми такими жесткими своими ошибками. А то, что я там когда-то себе навредил по ошибке, я за это не так каюсь. Что значит ты себя навредил? Я совершил преступление. Я ошибся. Я ошибся в себе, в человеке, с которым общался. И за это был арестован и осужден. То есть кусок криминального прошлого у тебя присутствует? Присутствует. Да. Окей. В жизни, конечно, нужно попробовать все. Вот что ты из этого пробовал? Из того, что, скорее всего, не пробовали многие другие? Да. Вот в жизни нужно попробовать все. Что ты в жизни своих пробовал? Вот ответь, как понимаешь. Я пробовал деньги. Я пробовал наркотики. Я пробовал быть, скажем так, циничным, идти к своей цели. По всем. Перешагиваю, в смысле? Перешагиваю. И даже наступаю. Ага. То есть ты так делал? Делал. Не один раз. За это... Жалею ли я об этом? Нет. Не жалею. При этом понимаю, что сейчас кто-то так, возможно, поступает со мной. Это померанг? И я его не осуждаю. Не думаю. Вот так устроен мир, пирамида пищевая, у которой, на мой взгляд, у этой пирамиды нет вершины. Нет такого, кто ест остальных, и его никто не ест. Окей. А какие вещи ты никогда не попробуешь в своей жизни? Никогда не попробуешь. Ну вот есть вещи, которые вы можете попробовать. Я не знаю. Я боюсь заихаться. Я не знаю. И, возможно, будут какие-то обстоятельства, когда мой сегодняшний ответ покажется мне глупым. И я скажу, как я мог так думать. Чем бы ты занялся в последний день в своей жизни? Подумал бы, посидел бы и на закат подсмотрел бы. Вот так просто ничем. Да. Вот если бы я знал, что завтра умер, я бы сегодня взял кресло, поехал бы куда-нибудь. Я даже знаю куда, в раздоры, там где высокий берег над домом, и видно далеко и далеко, сел бы и курил. Вот так. Ну это интересно, круто. Вот твое представление об идеальной семье. И смог ли ты достичь этого идеала? Представление об идеальной семье. Угу. Идеальная семья, это когда, я даже не могу тебе сказать, какой-то определенный рецепт. Не знаю, если бы я его знал, я бы, может быть... Не, ну каждый человек представляет себе идеал. Я считаю сейчас свою семью идеальной. Вот. У нас прекрасные отношения в семье. С женой, с ребенком. Но... Всегда есть к чему стремиться. И в отношениях тоже. Это процесс, который нельзя закончить. Закончив один раз этот процесс, он сам у тебя закончится. Надо все... Надо все... Это как костер туда надо все время дровишки подкидывать. Только ты перестанешь подкидывать себе, перестанешь идеально. Что из даров смерти ты бы выбрал? Даров смерти. Мантию-невидимку, бузяную палочку или воскрешающий камень. И почему? Бузяную палочку. Ты Гарри Поттера смотрел? Да. Окей. Я расскажу вам. Мантия-невидимка это когда ты раз и ты невидим. Вот из этих трех даров смерти какой бы ты выбрал? И почему? Это очень важно. Дело в том, что у меня еще... Относительно недавно у меня скончался папа. И для меня это пока такой больной вопрос, открытая, скажем так, рана, которая еще не затянула. Она, конечно, стихает все, но еще не до конца. Поэтому воскрешающий камень. Ну, больше вопросов здесь, да? Мне бы один день просто провести, поболтать. Ну, скучно, скучаю. Окей, давай немножко повеселее. Если бы у тебя была возможность сменить пол, чем бы ты на один день, чем бы ты занялся? Вопросы, конечно. Вопросы, чего не делал? Вопросы, чего не делал? Вопросы, конечно, ответ. Но если подумать на самом деле, одного дня недостаточно. Я бы попытался понять, как это работает со мной. Дело в том, что он до сих пор так и не понял. И это такая история... Чем бы я занялся? Я бы тусил. Я бы затусил. Неинтересно было бы посмотреть, как работают. Правда, это все. Потому что, мне кажется, это вообще раз. И явно не из ребра. Как это происходит. Мне было бы интересно. Можно только мозг сменить. Необязательно все делать. Нет. Вот конкретно полностью. Для того, чтобы понять, достаточно только мозг. Если думать о том, что я бы занимался сексом целыми днями, вряд ли, я бы скорее думал. Я люблю думать вообще. По поводу думать. Я знаю, что ты прочитал несколько тысяч книг. Точно больше, чем здесь. Ну понятно, что больше, чем здесь. И тысячи, наверное, нет. Назови книгу, фильм, песню, с которым должен быть знаком каждый. Твоя рекомендация. На русском языке книга? Без разницы. Вот конкретно порекомендую то, что ты считаешь самым вот вышкой топом. Я сейчас буду себе противоречить. Книга, Библия. То есть, вначале ты сказал так, а сейчас ты... Вот почему не Библия? Почему именно Библия? Ты можешь не верить тому, что там написано. Так. Точнее, ты можешь считать, что все было не так. Ты можешь считать это какой-то красивой сказкой. Но там собрана мудрость. Там собрана мудрость поколений. Тысячи лет людей собирали мудрость в одну книгу. Блин, ну вот я считаю, что эту мудрость настолько переврали за эти вот тысячелетия. И вот мудрость все угасает, угасает, мне проще Конфуция почитать. Все зависит от перевода. Все зависит от издания, от перевода. Да, ее перевирали. И упрощали. Но суть, причем в основном, мне бы был интересен Ветхий Завет. Вот именно Ветхий Завет намного интереснее. Там много чего написано. Как правильно, как неправильно. Ты можешь потом не делать так, как правильно. Но знать, как правильно. Ну то есть нужно собирать в Библии ту самую мудрость. Не зомбироваться конкретно, как нужно тебе пошагово поступать и так далее. Просто ознакомиться с информацией. Да. Окей, фильм. Список Шиндлера. Список Шиндлера. Это про евреев, да? Да. Ну это жесткий фильм. Про Ставу силовую войну, про Холокост. Да. Список Шиндлера. Песня. Ну песня, это такое дело. Сейчас столько разных направлений, мне кажется. Я думаю, что Джо Кукер, My Father's Son. Это что? А, ну это очень старая песня. Окей. Окей. А вот по поводу фильма, я здесь немножко, ты назвал список Шиндлера. Я когда такие фильмы смотрю, говорю отрывенно. Вот бывает, меня прорывает. Я смотрю в конце, и у меня слеза. То есть, знаешь, как многие говорят, мужик, пацан не должен плакать, это стрёмно. Вот я, например, много фильмов, да, в том числе мультики. Вот, например, для меня вот, допустим, один из крайних мультфильмов, Мулан. Вот это один из моих любимых диснейских мультиков. Вот я смотрю, и там когда император, там раз все на колени, он кланяется перед этой девочкой, которая спасла империю, спасла Китай. И я так вот сижу, стукай, плачу, у меня слезы текут. Вот этого нужно стесняться или наоборот это вот класс? Нет, не нужно. Абсолютно. И я думаю, у меня тоже так бывает. Это нормально? Да. Я даже могу без фильма просто что-то вспомнить. Ну понятно, понятно. Ну то есть, я считаю, что слезы это вот искренне... Нормально. Это нормально. Почему нет? Ну... Вообще, я... У меня вообще-то девочка, но... Если бы был мальчик, я бы ему не говорил, ты же мужчина, ты же мальчик. А что мальчик? Он не должен плакать, почему? Или что он не может быть слабым? Может. Что он не может грустить? Может. Поэтому... Многие люди, вот среди моих знакомых, считают тебя успешным человеком. У тебя есть свой рецепт успеха, которым ты бы мог поделиться? Успеха в материалах? Ну вот конкретно, касаемо твоей деятельности. Тебе же нравится то, чем ты занимаешься, ты кайфуешь от своей работы. И я знаю, что у тебя это получается довольно-таки неплохо. Я считаю тебя успешным человеком. Многие мои знакомые, многие наши общие знакомые считают тебя успешным человеком. У тебя есть тот самый рецепт успеха, которым ты мог поделиться? Надо любить дело, которым ты занимаешься. Просто оно должно нравиться. Когда-то я работал в прокуратуре, был старшим помощником прокурора Октябрьского района. И с общей принятой какой-то точки зрения у меня была возможность стать гораздо более успешным человеком, чем я и есть сейчас. Но мне не нравилось то, чем я занимался. Мне не нравилась моя работа. И я там и не остался. Тот успех, про который ты сейчас говоришь, я мог бы быть успешным. Мне кажется, это не успех. Богатым. Ты мог быть богатым, но это не значит успех. Для меня успех не богат. Вот именно. Вот я и подчеркнул, что с общей принятой какой-то точки зрения меня могли бы считать гораздо более успешным. Хорошо. На самом деле, тебе должно нравиться дело, которое ты делаешь. Тебе должен нравиться продукт, который ты производишь и продаешь. Да, даже если это интеллектуальный продукт. Он как, ты как деревце посадил и поливаешь его. Он растет и тебе нравится пиквен. Да. Вот и все. Другого я даже не знаю, какой еще рецепт. Просто полюби свое дело и все. Просто полюби свое дело. Круто. Ты чувствовал когда-нибудь себя одиноким на Новый год? На Новый год? Нет. На Новый год? Здравствуйте. А вообще? У меня дверь скрипучая немного сбила. Я еще думал, будет это на видео слышно или нет. Коль, самый лучший и ценный совет, который тебе дали. Он очень простой. Очень простой. Не торопись. Не спеши. Будь вдумчивым, взвешенным. И тогда все получится. Кто это был? Мой дедушка. Дедушка. Круто. Мотивируешь ты себя? Вот если да, то каким образом? Смотря на что мне себя мотивировать. На то, чтобы заработать больше денег? Нет. Нет. Я себя мотивирую на то, чтобы проводить больше времени с семьей. Веселиться. Иногда приходится у тебя такой скорейный вонхолик по жизни. Мне бывает часто грустно. Мне просто, просто грустно. Я могу сидеть в машине, просто курить час, два часа. И думать? Да. В тишине в абсолютной. Смотреть в потолок и что-то обдумывать. Причем не всегда что-то конкретное обдумывать. Я себя мотивирую на то, чтобы быть веселым и счастливым. Потому что лучше быть веселым и счастливым, чем грустным и несчастным. Понятно. Ты мотивируешь себя на позитивные эмоции, которые тебе придают силы. Получается так. Как ты можешь отличить хорошего человека от плохого? Каким-то чутьем. А если ошиблись? Не один раз ошибался. Не один раз ошибался. Причем чаще хороших людей принимал за плохи. Чем-то так плохо. Ну как-то плохо. Ну это же может реально мешать в работе, в жизни. Если ты плохо разбираешься в людях, это вообще жестко. Можно так падать и оступаться. И больно даже может быть. Если так подпускали. И было больно. И было больно. Но я учусь. Я продолжаю учиться. Ну ты же начинаешь быть экспертом в этой области. Я думаю, я неплохо разбираюсь в людях. Но все равно случаются моменты, когда либо твой визави слишком хорош в актерском каком-то плане. Либо тебе очень часто бывает так, что тебе застилают глаза какой-то совместный ваш успех. И тебе кажется, что вот она. Вот она волна. Вот все мы на ней. И на самом деле ты перестаешь обращать внимание на то, кто я. И вот когда эта волна схвынет. А вы по-прежнему ядом. Вот тогда все и проявляется. А ты часто врешь? Вот в работе, мне кажется, твоей юриспруденция. Там приходится жестко врать. Вот ты часто врешь и почему? Потому что направление такое. Это как компромисс. Некий компромисс. Ты... Надо подумать. Дело даже не столько в направлении, сколько в специфике такой некой работы. Никто не ищет правду. У нас все так устроено. Никому не нужна правда. Нужно обоснование. Нужно... Есть исходная позиция. Есть цель. И нужно построить между ними мост. Неважно, правильная ли это цель. Неправильная это цель. Вот я занимаюсь строительством этих мостов. Хотя зачастую вижу, что цель не туда. Мост никуда. Я немножко утащу. Вот смотри. Есть человек, который нарушил закон. Ну, предположим. Административный, гражданский, уголовный. Идет судебное разбирательство. У него есть представитель, юрист. Юрист его защищает. Заведомо знает, что этот человек действительно нарушил закон. Но он его оправдывает. То есть он приводит доказательства в суде. И этого человека оправдывает. По твоему мнению это ложь или нет? Да. Естественно. Естественно. Он уже знает, что все не так, как он представляет. Он знает, что все, что он утверждает, на самом деле не право. Так же, как, ровно как адвокат, ровно столько же понимает и прокурор. Ровно так же. Он может понимать, и у нас это очень часто бывает. Человек может понимать, что тот, кого он обвиняет, на самом деле ничего плохого не совершал. Но он продолжает его обвинять, потому что такие обстоятельства. Он тоже, как и я, он тоже, как и я, пошел на компромисс с собой, с правдой. Ты много путешествовал, ты был за рубежом? Я объездил всю Россию и пару раз был за рубежом. Окей, а вот по поводу России, если ты много где был, ты был в городах Леоника, наверное, во многих дотационных, таких провинциальных районах, регионах. Как вообще уровень жизни по твоему мнению? Плохо. Вот одно слово. Плохо. Я не был в Казани, говорят, богатый город. Но на самом деле, я недавно прочитал такую шутку. Задавали вопрос, в чем главная проблема вашего региона, молодым ребятам. И один из ребят ответил в том, что мой регион не Москва. В моей регионе Москва. Окей, а кто в этом виноват, что вот наши регионы, вот так все плохо? О, мы сейчас на скользкую дорожку вступаем. Нет, ну мы… Правительство виновата. А люди? Правительство. И люди. Люди… Люди в том числе, да. И люди. Мы, я, ты. Согласен. Есть такое. Окей. А как бы ты смог охарактеризовать себя в двух словах? Это очень сложный вопрос. Ага. Это очень сложный вопрос. В двух словах. Вообще себя сложно характеризовать. Адропроп. Я бы… В двух словах. Веселочка. Нет, ну это круто, это круто. Это круто. Ну я, в принципе, как первооткрыватель для себя в том числе. Я подготовил только вот эти вопросы. Я не знаю, было это круто или нет. Я сделал это, как я смог. В принципе, интересно. Было очень интересно. Если будет желание, можно еще так же посидеть. Мы с тобой, в принципе, раз в неделю увидимся и так беседуем. Спасибо тебе огромное. За то, что… До встречи. Я очень рад. Если что, да, мы на связи. Сучи. Сучи. А теперь розыгрыш, друзья. Все, кто хочет получить 500 рублей, правда в электронном виде, на мобильный счет, либо мы перечислим сразу же на карту, вам нужно отметить двух живых людей в комментариях под этим видео и сразу же написать отзыв о нашем интервью. Было ли классно, было ли плохо, принимаем любую критику. Самый креативный отзыв выигрывает 500 рублей. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok